По красным дорожкам то и дело расхаживают депутаты, начальники ЖЭКов, бизнесмены и их дети. А настоящих звезд практически нет. Такими упреками с открытием фестиваля разразились заголовки одесских СМИ. В это время незамеченными остались такие редкие гости, как режиссеры Кшиштоф Зануси и Нана Джорджадзе, актриса и член жюри Франциско Петри и многие другие известные деятели мирового кино. Я хочу жить здесь. Я хочу украинский паспорт. Я тут, потому что я хочу дать концерт. Он будет посвящен моим любимым советским кинорежиссерам Пудовкину, Довженко и Эйзенштейну. Куда более оживленная реакция ожидала звезд одесского и российского кинематографа. Праздник замечательный и главное, что он становится регулярным. Это то, что надо. Я понял, что Одесский кинофестиваль самый непредсказуемый фестиваль. Я не знаю, чем руководствуются здесь жюри, но он такой особенный. Наверное, самые главные призы здесь от зрителей. За неполных четыре дня кинофестиваля на суд зрителей предстали уже более десятка фильмов из конкурсной и внеконкурсной программ. Финальные титры большинства из кинокартин сопровождались бурными овациями. Одесский кинофестиваль – это хороший способ для каждого познакомиться с кинематографом, который выходит за рамки голливудских блокбастеров. Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов, Новая Одесса.